Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос связан с кошмарами. Человеку становится кошмаром. Я, наверное, не буду говорить, что именно снится. Просто скажу, что страшно человеку довольно сильно. Иногда человек понимает, что это сон. Иногда нет. Говорит, что может заставить себя проснуться. Значит, говорит, что во сне или убегает, или, значит, сражается с тем, что сидит. Вот. Спрашивают, что это. И спрашивают, может ли быть, что с психикой что-то не так. Вот. Значит, смотрите. Первое, что хочу сказать, это то, что не являюсь врачом, психиатром, да, и, соответственно, не имея возможности ставить диагнозы, я буду исходить из того, что, ну вот, как-то психически вы здоровы. Вот. Будем исходить, по крайней мере, из этого. Вы, безусловно, можете сделать какие-то анализы, да, если вам хочется, да, если вам это кажется необходимо, да, вы можете сделать какие-то анализы. Вне всякого сомнения, вы можете это сделать. Потому, если вас, вот, беспокоит здоровье, да, то вы можете сделать анализы. Это не является, вот, в данном случае какой-то проблемой. Но я буду в этом смысле опираться, пожалуй, на свой опыт. Вот. И касаемо моего опыта, я буду сказать, что нет причин думать, что у вас что-то не в порядке с психикой, только потому, что вам сняты. Такие яркие, если я правильно вас понял, такие яркие повторяющие сновидения свидетельствуют об определенном внутреннем состоянии. об определенном, ну, можно сказать, психологическом конфликте ваш, к сожалению. Может быть, об определенных переживаниях, которые таким образом себя проявляют, которые таким образом себя демонстрируют, и которые, скажем так, пытаются, вероятно, вам что-то донести. то есть, ну, вот, пытаются вам или что-то сказать, да, или пытаются как-то вас к чему-то, ну, к чему-то подтолкнуть. Вот. В данном случае можно говорить о большом, ну, достаточно большом, на мой взгляд, количестве агрессии. То есть, можно говорить о том, что у вас, ну, присутствует агрессия, агрессия, присутствует злость, и можно говорить о том, что вы это ну, стараетесь подавлять. то есть, вот, ну, по описанию, да, вот, как вы описываете свою сторону, свою ситуацию, я думаю, что речь идет именно об агрессии, злости, вот, о страхе, речь идет, конечно же, и еще речь идет о об определенном внутреннем запрете. То есть, вот, бегство, которое вы описываете, то есть, то, что я убегаю, ну, во сне бегу об чего-то. Это, как раз, история про запрет. То есть, как это работает? работает это примерно так, что вы с чем-то, ну, с чем-то сталкиваетесь. во сне, во сне, в процессе, значит, сновидения вы сталкиваетесь с чем-то. Ну, это может быть, это могут быть, точнее, какие-то эмоции, какие-то эмоции, какие-то переживания, да. Вот. Вы с этим сталкиваетесь, и вас это пугает. Пугает вас, как вам кажется, значит, опасность, да, как вам кажется, какой-то, может быть, ну, внешний вид. А, вот. Вас это пугает, как вам кажется, повторюсь. Но, понимаете, в чем дело? Дело в том, что, во сне, если человеку во сне приходит вот такой образ, то это не случайно. То есть, человек, как бы, получается, сам окрашивает свои образы в ну, во что-то страшно. Вот. То есть, словно говоря, то, что вам кажется страшным, да, ну, вы сами же окрашиваете это это в такой вот вид. Почему-то. Вот. Поэтому здесь идет, как раз таки, запрет. здесь идет, вот, как раз таки, какой-то, вот, ну, внутренний, получается, внутренний запрет на какие-то переживания. Например, внутренний запрет на выражение, допустим, злости, внутренний запрет на выражение, допустим, неприязни к кому-то. Внутренний запрет, допустим, на проявление симпатии. Вот. Это все предположение, может быть, ну, в вашем случае, может быть. Есть совсем другая. Ваша собственная какая-то уникальная история, уникальная ситуация. Вот. Поэтому я не берусь в данном случае судить и говорить о том, что вот это так и, ну, ну, никак иначе. Я не знаю. В данном случае. А вот в данном случае я не знаю, как. именно обстоять дела. Вот. Дела обстоять. Обстоять. Могут. Могут. Совершенно. По-разному. Вот. Но правда заключается в том, что вот некоторый конфликт, некоторый внутренний конфликт, да, он присутствует в вас. Вот. То есть это может быть, знаете, вот какое-то напряжение, да, внутреннее, например. Это может быть, значит, какие-то, ну, сдерживаемые переживания, это может быть, ну, какой-то страх перед, ну, перед чем-то, да, то есть, ну, просто вот какой-то страх, какой-то, какой-то, опасения, ну, связанные с вашей жизнью, например. Где, где вы, ну, как бы, как бы сталкиваетесь с каким-то вот опытом, ну, таким вот опытом, ну, ну, травмирующим, травмирующим опытом. Вот. То есть понятно, опять же, что есть, вот, есть свои нюансы, это, это, ну, это само собой, что есть, вот, нюансы. А, и, нужно с этим, конечно, разбираться. То есть, вы как-то нацеливаетесь в своем вопросе больше на диагностику, то есть, так или не так, что-то с моей психикой. Вот. На мой взгляд, вам нужно нацеливаться не на это, да, а вам нужно больше смотреть именно в сторону какого-то анализа своей жизни, да. Вот. То есть смотреть в сторону именно исследования своей жизни и коррекции, ну, коррекции именно своего жизненного пути. То есть, как я живу, да, как я проживаю свои, ну, впечатления. Например, как я проживаю то, что мне важно, то, что меня волнует. Вот, насколько я, ну, условно говоря, да, насколько я свободна в выражении своих эмоций, эмоций, выражения своих, ну, переживаний, да, насколько я свободна в своих проявлениях. Вот. И так далее. То есть, как-то вот больше смотреть в эту сторону, на мой взгляд, вам имеет смысл. То есть, обращать внимание не на то, да, вот, ну, как-то нормальный я или нет, да, а как-то вот именно разобраться просто в своей жизни. Именно вот больше, ну, поисследовать свою жизнь, да, и то, что в ней происходит. Всем ли, например, я в своей жизни, допустим, довольна, вот, и если, там, я не довольна чем-то, ну, в своей жизни опять, если я не довольна чем-то, чем-то в своей жизни. Вот, то, что я с этим делаю. То есть, как, как, как я вот с этим обращаюсь. Ну, грубо, грубо, грубо говоря, да. Вот. То есть, вот это вот как-то, на мой взгляд, куда более важно, да, чем то, на что вы предлагаете, ну, обратить внимание сейчас. Вот. Вот. Вот как-то, пожалуй, ну, какая-то, пожалуй, пока история, какой-то, пожалуй, вот, ну, такой момент. Вот. 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 Ну, на что бы, опять же, мне, хотелось бы, обратить вам внимание, внимание, ваше. В целом, я бы, вот, спросил бы, да, вот, есть ли в вашей психоэмоциональной жизни сегодня то, что вы в себе подавляете, что ли? То есть, вот, то есть, вот, ну, присутствует ли в вашей жизни сегодня то, что вы могли бы в себе подавлять. Вот. Вот. Вот я, я бы, наверное, обратил бы внимание на это, как на, ну, первопричину. И дальше, эээ, ну, ну, в дальнейшем, я бы уже и входил бы в это. Я думаю, что, правда, думаю, что кошмары уйдут, когда будет решена та проблема, эээ, ну, вследствие, вследствие которой, они появились. Они уйдут просто потому, что будут больше не нужны. Вот. В них не будет необходимости. Но момент здесь в том, что вам для этого потребуется, ну, признаться себе в определенных, ну, моментах, да, вот, в определенных вещах вам придется признаться себе признаться. То есть, это, опять же, не, эээ, это не какие-то прямо, эээ, ужасные вещи. Ну, это вещи, эээ, совершенно определенные, которые вам могут быть не по душе. Я бы, вот, ну, я бы так, пожалуйста, сказал бы. И потому, эээ, возможно, будет иметь место быть сопротивлением. Эээ, вот, как сейчас вы убегаете от, ну, от своих кошмаров, да, как вы их, ну, боитесь. Как они вас, как они вас пугают, эээ, вот, так же вы будете убегать и от себя. Например, в психотерапии. Поэтому к этому нужно быть готовой. и нужно просто признать, что могут быть тенденции в вас, которые, ну, вы отрицаете по одной или иной причине. В этом вы не одиноки. Многие люди действуют, ну, вот в таком, примерно, ключе. Стоевые. То есть в этом нет ничего аномального, аномального. Вот. Ну, а здесь нужно, конечно, стараться просто быть, эээ, ну, максимально честно. Собой. Это не так просто, эээ, как может быть. Ну, ну, показаться. Это, это не просто. А, вот. И в этом, на мой взгляд, вам нужна, эээ, помощь специалистам, чтобы вам помогли, помогли, эээ, себя, эээ, себя принять. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать на данный момент. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Вот самого доброго. – Субтитры,ıı. Продолжение следует...